Ольгард постоянно воюет с Москвой. Трижды пытается взять Москву штурмом и трижды у него ничего не получается. Они не настоящие русские, они непонятно то ли татары, то ли русские, то ли финны. Максимальная слава и влияние Дмитрия Донского. Он реальный лидер русских князей. Если не меняешь веру, то ты остаешься человеком второго сорта, ты не займешь серьезную госдолжность, ты всегда будешь в очереди вслед за католиком стоять. Очень понятная идея. Единство церкви, единство народа, единство страны. Несколько сыновей Дмитрия Донского своему малолетнему племяннику подчиняться не собирались. Конечно, по-мужски мы их понимаем, как-то неудобно. Популярная в Византии, ну и в целом в Европе была практика. Раскаленным кинжалом выжигали глаза. Какой-то невероятный иммунитет у людей и той поры позволял пережить эту страшную пытку. Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш курс, на чем мы остановились в прошлый раз. Вот картинка. Видите? Дмитрия Донского, про него слышали все. Три внука, о которых шел рассказ в прошлый раз. Один Василий, известный нам как Василий Темный или Василий Второй. Второй Василий, Василий Косой и третий внук Дмитрия Шемяка. Война внуков, в которую наша страна, Московское Владимирское Великое Княжество, окрестные земли погрузилась на несколько десятилетий. Наша игра престолов завершилась в конце концов победой Василия Темного. Василий Васильевич, ослепленный своими противниками, правил довольно долго и передал трон по наследству своему сыну. Сына он готовил к власти. Уже с 10 лет он фактически был в статусе Великого Князя. Он участвует в заседаниях Боярской Думы. В 12-13 лет он уже формально, конечно, водит княжеские полки против соседей. Да, у него за спиной профессиональные бойцы, опытные воеводы, но формально Московское войско возглавляется 12-летним великим князем Иваном. Этот князь войдет в нашу историю как Иван Третий или Иван Великий. Этот период почти 100 лет, довольно малоизвестный в широких кругах. Мы назовем с вами временем Ивана, Ивана Великого. 1462 год. На московский стол великокняжеский восходит после смерти отца великий князь Иван Васильевич, будущий Иван Третий, Иван Великий. К этому моменту уже больше 20 лет. Это совершенно взрослый, опытный, молодой мужчина. Уже несколько лет он реальный соправитель московского государства. И править он будет железной рукой по 1505 год. Более 40 лет. Трон он передаст своему сыну Василию, который с 1505 по 1533 будет делать примерно то же самое, что делал его отец Иван. С учетом того, что после смерти Василия Третьего его супруга продолжит какое-то время фактически политику своего мужа и тоже де-факто будет править. Это действительно почти 100 лет нашей истории, на протяжении которых и сформировалось современное русское государство. Кого мы называем великими в нашей истории? Государственными деятелями, создателями России. Петра Великого, Петра Первого и Екатерину Великую, Екатерину Вторую. По отношению к ним это справедливо. Это не справедливо по отношению к их выдающемуся предшественнику, Ивану Васильевичу Третьему, Великому. Все, что мы имеем сегодня, вся система отношений, власти, многие идеологемы, которые исповедовала на протяжении сотен лет наша страна и наше государство, было и заложены именно тогда, при Иване Великом. Карамзин, для которого самодержец, не нечто обидное, а большая похвала, писал бы Ване Третьим следующее. «Рожденный и воспитанный данником Степной Орды, Иоанн сделался одним из знаменитейших государей в Европе. Без учения, без наставления, руководствуя мы только природным умом, силой и хитростью, восстановляя свободу и целость России, губя царство Батыева, тесня Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя владения московские, был первым истинным самодержецем России». Карл Маркс, не любивший ни нашу историю, ни Россию, ни русских, посвятил Ивану Третьему следующие строки. «Изумленная Европа, в начале правления Ивана, едва знавшая о существовании Москве, стиснутая между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи». У нас начинается время Ивана. Что происходило в мире в тот момент? Во Франции наконец-то заканчивается Столетняя война. В 1453 году капитулирует английский гарнизон в Бордо, ставя таким образом точку в этом бесконечном противостоянии Англии и Франции. Новый король Франции Людовик XI начинает с собирания французских земель вокруг Парижа. Собирал он их примерно так же, как наш Иван Калита, только еще более коварно, в основном интригами, подкупом. Это тот самый Людовик XI, который прославлен Вальтером Скоттом в Квентине Дорварде. Именно это время описано Виктором Юго в соборе Парижской Богоматери. Ну и вообще те, кто любит хорошие старые советские исторические фильмы, я рекомендую на закате уже, к сожалению, Советского Союза, на Мосфильме. Почти каждый год выдавали неплохое историческое широкоформатное кино. Вот как раз «Приключения Квентина Дорварда» из этой же серии о доблестном рыцаре Айвенга с известной музыкой и с еще более известной музыкой. Моя любимая песня про историю Владимира Высоцкого «Стрелы» Робин Куда. Из этой же серии «Черная стрела» по поводу «Черной стрелы». В Англии начинается война Алой и Белой розы, которая продлится более 30 лет. В конце концов на троне утвердятся та самая династия Тюдоров, а Колумб открывает Америку. Ну, он-то, правда, думал, что открыл Индию, и долгое время упорствовал в этом заблуждении вместе со всеми в Европе. Этот же год считается 1492-й и годом окончания реконкисты в Испании. Мавры-арабы завоевали Пиренейский полуостров. Испания, кстати сказать, это не название страны тогда. Испания – это другое географическое название, обозначающее Пиренейский полуостров, синоним понятия «Пиренеи». Они завоевали Испанию как географическое понятие еще до нашего Рюрика. Длилось реконкиста несколько сотен лет. Получается, лет 700. Вот эти 700 лет христиане с переменным успехом воюют с маврами. Кстати, сказать, те, кто жили в Испании, чувствовали себя под маврами превосходно. Рассвет наук. В конце концов, эта война заканчивается все-таки тем, что, объединившись, христиане вытесняют полностью мавров с полуострова. Король Арагона вступает в брак с королевой Кастилии и образует Объединенное Королевство, которое и называется по имени Земли, Испанией. У нас в этот момент Иван Третий. Почему я вам про это говорю? Потому что все укрупняется. Это тренд мировой. Малые королевства, княжества соединяются, образуют большие. Что мы знаем о молодости Ивана Третьего? С юных лет он начинает править самостоятельно после смерти Василия Второго. Но как? Внимание! Иван Третий, первый русский правитель, который вообще ни в каком виде не просит разрешения на правление, не просит ярлык на великое княжение у Орды, он просто вступает в должность и начинает исполнять работу великого князя Московского Владимирского, как тогда уже писали в документах всея Руси. Вот это очень важно. Это означает, вот тут я сломаю учебник, это означает, что вот этот год, запомним его, 1462-й. Это и есть настоящий год окончания Ордынского ига. Вот именно тогда, потому что ига заключалась в чем? Платили дань, выход, некую форму налога и получали разрешение согласования на правление. Согласование. Иван Третий даже не спрашивает разрешения. Вот год, в который наша страна окончательно сбросила Ордынское ига. В учебниках у вас дата другая. Но к этому мы вернемся позже. Далее. Характер. Подозрительный. Тяжелое детство, а что вы хотите? Никогда не рисковал. В боевых действиях сам никогда не участвовал. Если он находился при армии, то где-нибудь в штабе, на удалении. К старости очень скупой и расчетливый. Расчетливый был всегда, но бережливость и расчетливость в конце концов вылили в страшную скупость. Тогда модно было писать большие духовные, кто из сыновей, кому что завещается, из земель, из имущества, кому какие дворцы, кому какие уделы, города. До мелочей расписывал, кому что должно остаться. Иван Третий дошел в своей духовной до перечисления имущества стоимостью 20 копеек. Государь одной из самых могущественных словами Карла Маркса. Империи. Он вообще экономил на всем. На принятых в те времена дарах послам. Послы, которые приезжали ко двору Ивана Третьего, обычно уезжали обиженными. Им дарили вот что-то, что самим не нужно. Какие-то поношенные шубы, какое-то уже использованное где-то платье. Ну, в общем, экономил до такой степени, что когда Ивану Третьему предложили купить императорский титул, Иван пожал плечами и сказал, что быть государем московским великим и всея Руси его более чем устраивает. Королевский титул, который Ивану предлагает из своих рук император Священной Римской империи Максимилиан. Ну, мечта любого правителя, казалось бы. То самое, чем соблазняли и Данила Галицкого когда-то, и Александра Невского. То самое, ради чего сражались великие князья литовские, отказывается опять, пожав плечами. Зачем? Я есть государь московский, принимать из чужих рук подношение мне зазорно. Зазорно. 1462 год. Что из себя представляет в этот момент Великое княжество Московское, Владимирское, Русское государство? Великих княжеств, на самом деле, открою вам секрет, было одновременно несколько. Мы да все время говорим о Москве, но помимо Московского Владимирского княжества, Великим называет себя Тверское, помним, оттуда родом жена Ивана Третьего, Рязанское, оно, конечно, послабее, но территориально очень большое. Великое княжество Ярославское, помимо этих великих княжеств, на русских землях находятся три настоящих республики. Республика Новгородская, которую знают все, Республика Псковская, которую, я надеюсь, если не все знают, то многие слышали, и третья республика, про которую мы все забыли, республика Хлыновская. Что такое Хлынов? Это Вятка, старое название, а Вятка это Киров. Все, что я вам перечислил, это в территориях много, а в людях примерно 50% исконных русских земель отчин Рюриковича, потому что вторая половина по населению русских земель находится в составе Великого княжества Литовского. И если вы думаете, что Иван абсолютно полновластный, хозяин, истинный самодержец в 1462 году в своем московском Владимирском княжестве, это тоже не так. У Ивана были родные братья, и по традиции Василий Второй Темный не мог обидеть других своих сыновей. Каждый из братьев получил тоже небольшие уделы. Кто-то Вологду, Углич, кто-то Волоколамск. Удельные князья, братья Великого князя были немного ограничены в правах. Они не имели права по традиции вести самостоятельную, несогласованную с князем внешнюю политику. Но во всем остальном они обладали почти полным суверенитетом внутри своих уделов. Экономика и управление полностью в распоряжении удельных князей, а вот в случае необходимости оборона и внешняя политика, это функция федерального центра, функция Москвы, это задачи великого князя. Иван решительно приступил к присоединению земель, которые сохраняли разные степени своей самостоятельности и обособленности. Он вел мягкую, но последовательную борьбу с собственными братьями. Одного брата, дождавшись правда его смерти, забрал его удел целиком, не поделившись с братьями другими, как нужно было поступить по традиции. Поссорившись, кого-то из братьев пригласил на дружеский обед. Пытался его уговорить, но братья были горячие, с Иваном не соглашались, родного брата князя арестовали. Там он в тюрьме и умер. Другим братьям он просто запрещал жениться, либо запрещал жениться своим племянникам, если не успевал. С исторически сложившимися удельными княжествами Иван и вовсе не церемонился. Сокращал территории, при возникновении каких-то конфликтов и сопротивлений, тут же обвинял в измене и владение просто конфисковывал. Отдельная проблемная категория были бояре. Бояре потомки княжеских дружинников времен Владимира Красносолнышка, Мономаха, Александра Невского. Бояре имели собственную частную собственность, свои вотчины, большие земли. Бояре несли военную службу сами вместе со своими отрядами в пользу великого князя. Но частная собственность бояр была священна и неприкосновенна. Равно как неприкосновенна было право бояр на отъезд. Мы сегодня совершенно не можем себе это представить. Представьте себе, что боярин это, например, глава Подольского района. У него право на отъезд. На какой-то момент он говорит, вы знаете, надоело мне находиться в составе Московской области. Я отъезжаю в Польшу вместе с людьми, имуществом и, как правило, с землями. Ну, реализовать право на отъезд непросто, если ты Балашиха или Серпухов, а если ты на границе с Польшей, на границе с Литвы. Раз, и ты уже часть другой соседней страны. Вот это сложившееся право на отъезд в условиях отсутствия единых еще тогда твердых государственных границ подмывало любое государство, не только наше, и Литву, кстати, потом. И во Франции было все очень похоже, и в Германии было похоже, везде. Иван III боролся с этой традицией как мог. Был принят отдельный княжеский закон. Хотят отъезжать, пусть отъезжают в конце концов, но не за границу. Отъезжать могут от одного князя к другому, только от младшего к старшему. Вот от старшего князя, от самого Ивана, младшему отъезжать не гоже. Для затравки только вступив в должность великого князя, Иван III тут же покупает Ярославское княжество. Его глава становится просто служилым князем. Также были выкуплены остатки владельческих прав. Знаете, как сейчас права аренды покупают на помещение, а тогда покупали владельческие права княжеские у ростовских князей. А ростовские князи сами не против, они в долгах, как в шелках. Поэтому приходит Иван, обещает все долги их закрыть, ну, еще что-то им там дать на жизненное развитие. И ростовские князья свои владельческие права, как и ярославские, передают Ивану. Иван тасует кадры активно. Предлагалось настойчиво ростовским боярам получить другие владения в соседнем регионе, переехать туда вместе со своим двором. А своих переселял он в Ростов. Таким образом, растасовывая кадры, разрывались сложившиеся связи между боярами, семьями, где-то дружеские, партнерские, все становились зависимы только от одного человека. С Тверью присоединение получилось почти силовое. Ну, вроде бы, родственник, отец жены. Но прошел слух, что, овдовев, тесть захотел жениться на внучке польского короля. Это опасная история. Союз с геополитическим конкурентом. Иван начинает военный поход против Твери. Идти недалеко. Тверичи, понимая, что воевать с Москвой, во-первых, бессмысленно, Москва сильнее, а во-вторых, зачем? Вышли встречать его с хлебом с солью, а Тверской князь бежал в Литву. Иван назначает своего сына Тверским князем. Конец независимой истории Тверского княжества. Рязань. Рязань Иван кушал по кусочкам. Связывал родственными узами князя, а там дети, а там племянники. Кто-то что-то завещал потом в Москве, кто-то что-то передавал. Запустил такой длительный-длительный процесс с Рязанью. Начал с того, что дочь свою выдал за Рязанского князя. Ну и так постепенно уже при его сыне Василии княжество Рязанское тоже закончилось. Интересная история с Хлыновым, то есть Святкой. Бандитская республика, пиратская. Когда-то инициативные новгородские разбойники на кораблях промышляли по рекам, русские викинги кого-то грабили, кому-то помогали, основали свою собственную отдельную свечу, как полагается, в республику. Бесконечные их грабительские походы по русским рекам Ивану надоели. Объявил он им свою княжью волю «Отчина моя вятка Хлынов, сдавайтесь, главарей своих бандитов выдайте и в покое вас оставлю, будете платить небольшой налог, я вас от всего защищу». Не послушали, посмеялись. Подошел к стенам Хлынова Иванов воевода с войском. Повторил предложение «Выдайте самых-то своих пиратских главарей главных Джеков Воробьев». Человек три-четыре всего. «И живите дальше спокойно». Не послушали, посмеялись. Воевода Иванов вздохнул и, как был проинструктирован, начал копать ров. Это крепость деревянная, основательная. Вокруг всего Хлынова был поставлен чистокол несколько километров. Потом выкопан ров и тут хлыновцы поняли Вятские ребята, Хватские, как мы знаем, семеро одного не боятся, что сбежать не получится, что сейчас начнется осада, которая закончится очень-очень плохо. И выдали главных пиратских капитанов Ахлынов и вся Вятская земля стали таким образом без пушечных выстрелов и без штурма частью Великого княжества Московского. Псков давно находился в особых отношениях с Москвой. Москва часто посылала свои полки защищать Псков, защищали их от ливонцев, защищали от тефтонов, союзнические были отношения, но Псков все-таки самоуправляемая республика. Такие отношения полупротектората при Иване Третьем с Псковом все более укрепляются. Без боя, тихо, мирно, по сути, де-факто, Псков уже часть Московского государства. Интересно, как проходило присоединение Северного Урала, Перми и Угры. Интересно, потому что об этом сняли большое кино «Сердце Пармы» и замечательный писатель Иванов написал интересную книгу. Вот что в этом правда, а что неправда. Там много на самом деле исторических неточностей и фэнтези. Как вы понимаете, не могла жена пермского князя Михаила оборачиваться рысью. А вот чердынский поход, так называемый Ивана Третьего против Перми, замечательно показанный в фильме, вот эта сцена штурма крепости в лучших традициях батального исторического кино. Иван Третий организовывал несколько походов на север, на восток. Тогда в русское государство вошло Северное Предуралье, Зауралье, племена Остяков и Вагулов. Остяки и Вагулы это ханты Манси. Правитель Перми Михаил в общем-то великого князя Московского признавал своим сюзереном. Но признание было такое формальное. Вассал он был так себе. Ну какой-то там ничтожный налог шкурками очевидно Москве платил, вежливые письма писал, а когда нужно было повоевать, рать свою не давал. И Иван Третий, чтобы привести Перм к покорности, отправил туда одного из своих лучших воевод вместе с войском. Население практически не сопротивлялось. сопротивляться пытался только сам князь Михаил. Его пленного привезли в Москву. Имел с ним там Иван Третий неприятный разговор, но каким-то образом удалось князю Михаилу отмазаться, и он вернулся в Перми, даже удалось передать княжество своему сыну, но прежней свободы уже не было. Так потихоньку, потихоньку сына заменили на наместника, семью потом со всем почетом и уважением тоже переселили в центр России, дав какие-то угодья взамен Перми. Само местное население в действительности поддерживало Москву. Почему поддерживало? Потому что татары из Казанского и Сибирского ханства постоянно подвергали Пермскую землю и Северный Урал разорению. Москва, конечно, с ее сильной дружиной, с войском была надежной защитой. Все поэтапно. Местных князей немножко припугнуть, чтобы вели себя полояльнее, потом убедить их платить небольшую дань, а потом потихоньку этих князей меняли на московских наместников, а князей переселяли. Так постепенно начинается движение за камень, как тогда говорили, за Урал в сторону Сибири. Большая история случилась с присоединением Новгорода. Наверное, одной из самых великих в нашей стране исторических открытий второй половины 20 века обнаружения новгородских берестяных грамот. Раскопки археологически в Новгороде велись с 1930-х годов, но первые грамоты были найдены после Великой Отечественной войны. Сейчас этих грамот уже более тысяч. Это уникальные письменные документы, которые показывают не просто официальную часть истории, а как на самом деле много сотен лет назад жила русская новгородская земля. Как мы себе представляем Новгородская Веча? Огромная площадь, собрались сотни людей и что-то там кричат. Площадь, где собиралась Новгородская Веча, 15 соток. Маленький дачный участок. Толп кричащих на Веча не было. Был президиум, за столами сидели знатные новгородские бояре, которые руководили собранием Веча. А само Веча, точную честность которого мы не знаем, сидели на скамьях аккуратно, чинно и высказывали свое мнение, выступали и голосовали. Вам это ничего не напоминает? Ну, мне это напоминает парламент. Ну, док, Open Air на свежем воздухе. Какие органы исполнительные власти? Президент Новгородской республики, посадник, но функционал был примерно тем же. Правда, ограниченным в правах. Это была не президентская республика, это была скорее парламентская республика, парламентско-боярская. Премьер, очень важный человек, второй человек в Новгороде, Тысяцкий. Функционал Тысяцкого премьера входили в вопросы налогов, вопрос созыва и обеспечения финансового новгородского ополчения, то есть под ним организация армии и арбитраж. Коммерческие споры и коммерческий суд в торговой республике это важнейший функционал. Еще один представитель исполнительно-духовной власти, который, наверное, поспорил бы с Тысяцким за то, кто влиятельнее, это новгородский архиепископ. Крайне важная шишка. Новгородский архиепископ, помимо всей своей духовной власти и авторитета, является хранителем всей казны республики, то есть казначейства под ним, вершит отчасти суд. Суд новгородский был разделен по виду споров, тяж. И также новгородский архиепископ это госреестр. Он фиксирует все крупные сделки. Торговля, купля-продажа недвижимости, купля-продажа земель. Все эти грамоты заверяются службой новгородского архиепископа и у него там в казне хранятся. Максимально независимое духовное лицо. Служащее практически пожизненно. Смена архиепископа очень редкая история. Ну и новгородский князь. Князь в Новгороде есть, но это совсем не то, что князь в Москве, во Владимире, в Твери. Это приглашенный наемный менеджер, военный менеджер. Работает князь за зарплату, живет вне новгородских стен. При нем небольшая дружина, буквально несколько сот воинов, которые, конечно, ничего не могут сделать с большим новгородским ополчением. То есть преувеличивать военную силу князя не стоит. В мирное время князь выполняет некоторые судебные функции, что, опять же, очень умно. Князь не из местных, и у него интересов внутренних никаких нет. Это такой объективный третейский судья. Плюс князю категорически запрещается лично, либо членами его команды, его дружинами, членами семьи приобретать в Новгороде земли. Вот такая система власти. Долгое время Новгород успешно лавировал между Литвой и разными русскими княжествами. Но по мере того, как Русь все более и более укрепнялась, объединяясь вокруг Москвы, собственно, пространство для маневра сужалось. И надо было как-то уже определяться. Ну, надо сказать, что новгородцы на каком-то этапе тяготели к Литве и даже заключили с Литвой военный союз. Дело в том, что еще до Ивана Третьего Новгород был ограничен в суверенитете. Его отец Василий, помните историю с Шемякой, который прятался в Новгороде, с тем, как его там отравил повар Паганка. Василий уже предпринимал военные походы против Новгорода. Уже наказывал их за поддержку мятешника, двоюродного брата Дмитрия. Уже договаривался с новгородцами о том, что не будут они предпринимать никаких невоенных союзов, ни иных форм договоренности за спиной Москвы с нашими противниками, с Литвой. Новгородцы слова не сдержали и как только до Москвы дошла информация, что есть опасность, что Новгород уйдет в Литву, Иван Третий собирает рать. В 1471 год начался военный поход, далее встреча с огромным новгородским войском. Новгородцы поставили под ружье, под копье 40 тысяч человек. Командовал этим войском сначала один князь, командир, литовец, со своей профессиональной дружиной, когортой. Но вот беда демократических республик. Нет центра принятия решения, каждый тянет одеяло на себя. Литовский князь поругался с новгородскими посадниками, обидевшись непосредственно перед битвой вместе со своей дружиной, с поля боя ушел. Ополчением остались командовать посадники, их на тот момент было два. Два посадника тоже друг с другом собачились. У них был разный взгляд на то, как надо воевать с Москвой. На полпути между старой русой, новгородской области современной, и новгородом, река князя Ивана. Ладно и новгородской Ладно бы сам архиепископ, владычий стяг, это прекрасно экипированная и вооруженная дружина, не менее тысячи копий тяжелой кавалерии, настоящие гвардейцы кардинала, владычий стяг тоже не будет принимать участие в сражении. Ждали новгородцы на шелоне помощи от своих новых союзников, но литовцы на помощь новгородцам не пришли, ибо никогда в напряженный момент Запад, даже лучшая часть, русская часть Запада рисковать собой за чужие интересы не будет. В плен попало две тысячи новгородцев, пятьдесят новгородских бояр, оба консула посадника, все ожидали каких-то массовых казней, но Иван Третий был мудрый правитель, и как пишет летописец, поглядев на тысячи плененных новгородцев, приказал всех людишек простых отпущать. Новгород подчинился. Признали новгородцы письменно, что все-таки новгородская земля является отчиной Рюриковичей, то есть отчиной московского князя Ивана. Иван Третий в праве отчины получил право лично судить, не через знаместников, но лично судить какие-то споры. К нему поступают жалобы от простых новгородцев на притеснение, казнократство, коррупцию, самое главное на несправедливость и всяческие неправды со стороны богатой новгородской аристократии, со стороны олигархи, со стороны бояр. Иван Третий лично приезжает в Новгород и ведет суд, выслушивает в палатах одну и другую сторону и на удивление, как напишут все летописи, принимает справедливые и честные решения, главным образом в пользу людей небогатых, простых. Но независимость сохранялась? Нужен был повод для окончательного решения новгородского вопроса. Происходило дело так. В 1477 году к Ивану приезжают судиться какие-то новгородцы. Они называют его государь Иван Васильевич. По существовавшему тогда строгому протоколу дипломатическому новгородцы, находясь под протекцией, но будучи независимой республикой, должны были обращаться к Ивану Васильевичу господин князь. Господин это уважение, а государь это непосредственный начальник. Начинается переписка новгородцев жалобщиков с Новгородом, потому что Иван Васильевич запрашивает Новгород. Правильно ли меня назвали государем? В Новгороде суета. Если Иван третий государь, то завтра он уже не сам приедет вершить суд, а пришлет сюда чиновников, и они будут судить его именем. Полная потеря независимости. История накручивается. В Новгороде в процессе обсуждения государь Иван или господин начинаются беспорядки. Бояре поднимают смуту и посылают опять в Литву прошение о поддержке. Ну, в общем, с точки зрения новгородских бояр, удачный момент спрыгнуть с подписанных обязательств. С точки зрения Ивана Третьего, ну, чистой воды антиконституционный мятеж. Ну, мы же договорились, бумаги подписали. Поэтому Иван начинает новый военный поход. Мятеж подавлен. Символ новгородской суверенности, вечевой колокол, который собирает вечер, публично демонтируется и отправляется в Москву. Посадники, тысяцки, местные суды. Все упраздняется. Выведены, то есть депортированы в центральные районы страны все крупные владельцы новгородских вотчин, бояре, а также самые богатые купцы. На освободившихся землях получают поместья выходцы из Москвы, из Владимирских земель, из центральных районов. Происходит ротация, замещение элит. Либеральные историки закатывают глаза. Ужасно. Тирания подавила. Новгородская демократия была властью очень узкого круга богатых новгородцев, которые контролировали новгородский парламент, которые из поколения в поколение одни и те же люди занимали должности наместника, Тысяцкого, вершили суд, распоряжались финансами. Но с другой стороны жалко, потому что в Новгороде сложилась уникальная система разделения властей, уникальная система суда. Это то, чего потом не хватало, и по сей день не хватает нашей стране. Вот эта система сдержек и противовесов, когда сложно принять неправильное решение, и когда власть сама по себе себя корректирует, это тот колоссальный опыт, который в Новгороде был, но прошло несколько лет, три года, Иван Третий человек последовательно пришлет комиссию, опять найдут тайные заговоры, и по второму кругу конфискует часть новгородских имений, по второму кругу будет еще больше новгородских бояр выселено в центральные районы России, большие богатства перейдут в казну московского князя. Золотая орда подойдя постепенно к главному свершению Ивана Третьего, давайте разберемся, как происходили дела с монголами. В прошлый раз я рассказывал вам, что золотая орда вступила в период распада, и постепенно на ее месте образовалось несколько ханств. Крымское ханство, Казанское ханство, Ногайская орда, Ну и главная часть Золотой Орды, та, которая считалась полноценным правоприемником и, соответственно, сюзереном Руси, это Большая Орда. Что касается Казани, то тут у Ивана Третьего политика была очень простая. К нему постоянно обращались сами казанцы, отдельные партии казанских князей, казанских элит за помощью финансовой, за помощью военной. Так сложились союзнические отношения между частью казанской элиты казанского ханства и Москвой. А в среде казанской знати была очень сильная, постоянная прорусская партия. Нередко в учебниках пишут о каком-то мифическом покорении русскими Казани. Ни покорение, ни завоевание, в таком традиционном смысле этого слова, русскими Казани никогда не происходило. Количество татар, которые потом при Иване Грозном будут в русском войске, осаждающем Казань, будет больше, чем количество татар, которые защищали Казань. Количество казанской знати, присягнувшей и перешедшей на сторону Москвы, будет больше и значительнее, чем та казанская знать, которая противодействовала Москве. Это будет по большому счету не завоевание, а феодальная усобица с определением, какие из кланов главнее. Ведь постепенно в русском обществе сложилось вообще с веками несколько категорий татар, которые ощущали себя неотъемлемой частью русского государства. Многие известные татарские военачальники верой, правдой, кровью служили московским князьям, самый известный из которых Шах Али. Он как раз был из тех промосковских татар, которые ходили на Казань вместе с Иваном Грозным. Он возглавлял татарские отряды, которые храбро сражались в Ливонскую войну на стороне Москвы. Система, сложившаяся при Иване Третьем, это система союзнического вассалитета Москвы и Казани. С Крымом были другие отношения. Крымское ханство было полноценным военным союзником Москвы. Иван посылал туда дары, но ни разу не виделся с крымским ханом. Ничего личного в отношениях не было. Посылал туда делегации, в том числе и служил их татар своих московских. В нужный момент крымские ханы выступали как военные союзники Москвы, нанося по расчету и, конечно, в собственных экономических интересах удары по Литве. Но тогда, когда это было выгодно Москве и во взаимодействии с Москвой. Конечно, противником из всех наследников Золотой Орды была Большая Орда. Огромная территория, расположившаяся между Днепром и Волгой к югу от Москвы. Выход из-под власти Орды, свержение, как говорят, Ордынского ига, это именно конфликт противостояния с Большой Ордой. Многие историки до сих пор задаются вопросом, собственно, зачем Иван Третий это делал. Ведь корочка налоговика, полномочия по сбору даней со всех русских княжеств, были очень выгодны Москве. Она собирала дань не для себя, собирала дань для Орды. Отказаться от выплаты было двойным самоубийством. Казалось бы, экономически выгодная позиция. Я думаю, что на определенном этапе Иван окончательно понял, что делиться с Ордой не имеет смысла. Ту дань, которую он собирает со своих территорий, можно было бы как-то оптимизировать, уменьшить, оставить такой же. К ее выплате уже землевладельцы привыкли. Помните, я рассказывал вам в прошлый раз, что платилась, по сути, вмененка, фикс с САХИ, с определенного количества обрабатываемой сельхозземли. Эту дань можно оставить в федеральной казне, оставить в Москве. Зачем делиться с противником, усиливая его таким образом? В общем, Иван не только не испросил ярлык вот тогда, в 1462 году, не испросил разрешения на вступление в полномочия великого князя московского, но и прекратил выплату большой Орде вообще. Хан Ахмед долго требовал возобновления выплаты, потом договорился о совместном ударе против Москвы ордынцев, литовцев и поляков. И в 1480 году начался большой поход. Огромная рать, как пишет летопись, якобы при Батыи выступила против Москвы. В Москве была паника, настоящая, как в октябре 1941 года. Многие горожане уезжали, считали, что против такой огромной рати Иван войско не соберет. Иван вывез свою семью из города, чем заслужил жесточайшую критику московского митрополита, обвинение в трусости. Параллельно подняли голову его обиженные братья, и увидев совместное выступление против московского старшего брата и Литвы с Польшей, и Орды, братья подняли голову, и свои небольшие частные армии, вот эти ЧВК, удельных князей, тоже поставили в копье. Ивану пришлось заговариваться, ему нужны были братья-союзники, а не противники, усиливающие его врага. Поэтому, расчетливо понимая, что нельзя воевать на три фронта одновременно, Иван нашел компромисс с родными братьями и со своей ратью вышел к реке Угра. Это современная Калужская область. Там они и встретились. Он занял удобные позиции на высоком берегу реки, в ожидании, что форсировать будут татары. Казалось, такое решение является ошибкой. Татары ждали подхода польско-литовских союзников, и в этом случае армия бы их значительно усилилась. Но Иван все рассчитал. Иван договорился заблаговременно с крымским ханом, и тот пошел бандитско-пиратским рейдом по югу Лютвы, по современным землям Украины. И литовцам сразу стало не до хана Ахмета. Они стали защищать свои собственные земли от крымчаков. С братьями своими Иван тоже договорился, и тут помощь татарам не пришла. Поэтому время шло. Несколько вялых попыток форсировать реку у татар не получились. Я говорю татар, правильнее сказать ордынцев на самом деле. Простите эту небольшую оговорку. Сходу форсировать реку не получилось. Пушками Иван эти попытки пресекал. И тогда ордынцы стали ждать, когда река покроется льдом, чтобы спокойно по льду быстро реку перейти. Но пока армии стояли с двух сторон, наша армия остановилась все сильнее, подтягивались союзники. Лучше было снабжение. У нас за спиной Москва. Армия хана Ахмета слабела. Союзники никак не появлялись. Ахмед не мог понять, почему. Куда запропастились литовцы с поляками. Ахмед не мог понять, что с братьями мятежными, где они. Стояние на Угре завершилось историческим курьезом. Когда настали сильные морозы, Угра покрылся льдом. Иван III приказал отступать, чтобы занять более удобные позиции для битвы. Но наши полки, в силу отсутствия дисциплины или какой-то паники, усталости, отступали очень резво. Со стороны казалось, что они не отступают, что они практически бегут. Но и татары, внезапно увидев берега Угры опустевшими, решили, что их заманивают. Поэтому хан от греха подальше тоже приказал отступить. Как писал Карамзин, представилось зрелище удивительное. Два воинства бежали друг от друга, никем не гонимые. Так в 1480 году формально, согласно учебнику, закончилась Ордынская ига. Несколько важных замечаний по поводу понятия государственный суверенитет. Вот мы говорим, в 1480 году Россия обрела полный государственный суверенитет. Когда мы говорим о госсуверенитете в узком смысле, целесообразно говорить о нем, как о верховенстве и независимости государственной власти полностью внутри своей территории и по отношению к другим государствам. Был ли государственный суверенитет у древней Руси, Руси Рюриковичей? Безусловно. Утрачивала ли государственный суверенитет полностью Русь, раздробленная после Ордынского нашествия? Я склонен полагать, что утрачивала. Многие историки с этим спорят. Потому что полной утраты суверенитета не было. Внутри своей территории, почти во всех вопросах, князья все решали сами. Но они несли финансовые фиксированные обязательства перед Ордой. И внешнеполитические вопросы, в них они тоже от Орды в определенной степени зависели. Когда мы начинаем отчитывать непрерывно суверенитет России, надо брать расчет с 1480 года. Итого по сегодняшний день у нас 542 года непрерывного суверенитета русского государства. Сколько еще стран в мире, которые обладают столь же длительным непрерывным суверенитетом? На самом деле одна. Такой страной является Англия. Там централизованное государство английское сложилось при короле Альфреде 9 век, как у Рюрика. Но отчет непрерывного суверенитета, конечно, надо ввести не с Альфреда, а с нормандского завоевания. Ибо это были пришельцы, которые полностью сменили власть. 1066 год. Россия в этом списке номер 2. Я беру пессимистичную оценку от Ивана III. Есть еще две страны хороших, это Швеция и Таиланд. Ровно 500 лет у шведов и 439 лет у Таиланда. Так что у этих стран почетное третье-четвертое место. Самый продолжительный суверенитет в истории планеты Земля. Тогда же, кстати, как символ суверенитета появляется и государственный герб России. Поначалу в форме великокняжеской печати. С одной стороны печати двуглавый орел, с другой стороны Георгий Победоносец. Все говорят, что двуглавый орел, мы его забрали у Византийской империи. Не совсем так, потому что никогда у Византийской империи не было никакого государственного герба в современном понимании этого слова. Двуглавый орел, золотой, на красном поле – это личный символ последней династии император, палеологов. Его изображение чеканилось как имперский символ на византийских монетах. Впоследствии эта эмблема распространилась и в Западной Европе. На гербе Священной Римской империи, германская нация, а потом, соответственно, австрийском, двуглавый орел – это тот самый тоже герб палеологов. Появление двуглавого орла на Руси органично в результате брака Ивана Третьего и племянницы последнего византийского императора. Мы стали таким образом официальными наследниками византийской династии. Коль я упомянул вторую супругу Ивана Третьего, Софью, первая жена, как мы помним, с шести лет, нареченная, тверская княжна, скончалась, к сожалению, когда Иван был еще совсем молодым мужчиной. Племянница последнего императора Византии. Дело в том, что ее отец носил титул императора, но он был императором в изгнании. Софья Палеолог была предложена, как перспективная невеста, Ивану Третьему двумя пронырливыми итальянцами. Эти два блестящих проходимца, курсируя между Римом и Москвой, сумели всех убедить, насколько выгоден этот брак всем. Софья Палеолог к этому моменту находилась в Риме, при дворе римского папы. Папе объяснили, что в случае брака с великим князем, с хизматиком, неизбежно русскими будет принято католичество, либо они вступят в унию с католиками, поэтому это очень для папы выгодно. Ивану Третьему, естественно, объяснили, насколько это почетно быть официальным, законным наследником римских ромейских императоров. Отцу и братьям Софьи Палеолог, которые, конечно, мечтали о возвращении в Константинополь, итальянцами была обещана военная помощь от Москвы. Ну, Софье, наверное, расписали, какой замечательный молодой мужчина Иван Третья, она была уже девицей такой, немножко засидевшейся по тем временам, в невестах. Вот так вот всех итальянцы уговорили. Естественно, ни одной из этих обязательств впоследствии никем выполнено не было. У нас, особенно после неплохого фильма «Софья», сериала, где Евгений Цыганов играет Ивана Третьего, склонны буквально восторгаться той огромной прогрессивной ролью, которую сыграла византийская принцесса в жизни Московии, московского государства, и какое благотворное влияние имела она на Ивана Третьего. В России ее сопровождал легат папский, у которого было поручение добиться признания верховенства римского папы. Когда они прибыли в Псков, начались разного рода торжественные мероприятия, молебны, посещения храмов. Легат этот демонстративно везде ходит с огромным папским, высоким в руках его держат, католическим крестом. Крест этот называли у нас «Крыш», и пытается везде, где только можно, встать во главе процессии, то есть показать, что он здесь католик главный. Когда до Ивана Третьего, эта история про римский крыш, который приближается вместе с его невестой, постепенно к Москве дошла, он отправил решительного боярина, вошедшего в историю под именем Федора Хромова, который, недолго думая, просто у папского легата этот крыш отобрал, и дело с концом. С тех пор он хранится в музеях Кремля. Самого легата обняли, поцеловали, заверили в самых лучших чувствах и с богатыми подарками проводили обратно в Рим. Софья Палеолог приняла православие и венчалась по православному обряду, поскольку понимала, что Московское царство стоит обедни. Во-вторых, она была девушкой более чем здоровой, каждый год исправно рожала. Ее имя первые годы упоминается исключительно в летописях в связи с известиями о рождении мальчиков и девочек. Лет 30 назад останки княгини были извлечены и тщательно изучены специалистами, которые даже восстановили ее внешний облик. Красивая она была или некрасивая, и в какой степени это соответствовало модельным стандартам 15 века, главное было другое. Она была умна и практична. Вместе с Софьей и после Софьи при Иване III в Москву приезжает большое количество иностранцев. Особенно много было выходцев из Италии. В отличие от других европейцев, которые мы скопом всех называли немцами, то есть немыми, не говорящими по-русски, у итальянцев было отдельное прозвище. Их звали фрягами или фрязями. Откуда происходит слово «фряжские» итальянские, фряжские, прости господи, болячки, которые привезли в Москву, мноочисленные иностранцы. Но они, конечно, молодцы, потому что фряжские архитекторы помогли Ивану III построить новый Кремль и перестроить все, что внутри. Грандиозная перестройка Кремля – это просто сталинский план благоустройства, реализовывался с невиданным размахом. Главное движущее лицо – главный архитектор Аристотель Феораванти, самый известный. Вообще-то его приезду в Москву предшествовали такие обстоятельства криминальные. Его там в Италии чуть не посадили, обвинив ни много ни мало в изготовлении фальшивых монет. И два предложения было у Феораванти – либо поехать в Константинополь к новым властителям-османам, либо в Москву. Почему он принял московское предложение – не знаю, но деньги получал огромные. Отрабатывал каждую копейку. Такой большой человек, большой мастер, человек возрождения, все умел. И монеты, и храмы строить, Кремль проектировал, и даже командовал нашей артиллерией. Участвовал неоднократно в военных походах, непосредственно как начальник артиллерии. Главное достижение фряжских архитекторов – это строительство Кремля. Кремль приобрел вот тот самый красный кирпичный вид, которым его знает сегодня весь мир. Снаружи стены Кремля сложены из полупудового кирпича. Каждый кирпич весит 8 килограмм. Называют этот кирпич двуручным, потому что берут его, брали раньше, двумя руками. Высота стен доходит до 19 метров. Там используется рельеф, естественные холмы. Понятно, что по холму ниже стена, а там, где земля ровная, там выше. То есть местами это шестиэтажный дом. По периметру непрерывный ход шириной 2 метра. Может автомобиль проехать. Снаружи его скрывают более тысячи зубцов. Очень красивых, венецианских. В народе говорили, что не зубец, то стрелец. Зубцы перекрывались по особому плану специальными щитами. Ну и, видимо, по расчету архитекторов, стрельцы должны были с пищалями из-за этих зубцов вести огонь. Стены Кремля снаружи окружали слухи. Слухи – это система тайных подземных ходов. Их обнаружили в XIX веке археологи. Они идут почти вдоль всех стен и под всеми башнями. Проездные башни дополнительно защищали специальные отводные башни-стрельницы. Это такое военно-инженерное ноу-хау. Сейчас сохранилась только одна такая башня – Кутафия. Она, кстати, до сих пор белая. Ее белят, как в старину, рядом с манежем. Вот эти отводные башни – это все для обороны, для перекрестного огня. Внутренности Кремля были полностью перестроены. Успенский забор построен итальянскими архитекторами. Грановитая палата – это большое по тем временам гражданско-общественное здание. Рекомендую вам сходить в музей военной формы на Большой Никитской и в музей московских стрельцов. Там есть прекрасные макеты Кремля, архитектурные. Все можно рассмотреть, вам покажут. Задам вам еще один вопрос. Помните, я спрашивал, сколько раз Кремль брали штурмом во время войны? Ответьте мне еще на вопрос, а какую столицу европейской страны ни разу за всю историю, пока она была столицей, не брал противника? Такая европейская столица, которую ни разу не мог захватить противник, одна. До Ивана Третьего не существовало не только производства колоколов, но и артиллерии. Так что Ферраванти – отец-основатель русской артиллерии. Именно тогда с помощью итальянских мастеров был открыт первый литейный завод. Слова «завод» не было, было слово «изба». И литейный завод назывался, не пугайтесь, «пушечная изба». Там отливали и колокола, и пушки. И уже вскоре русская артиллерия стала одной из самых сильных в Европе. С монголами, татарами, ордынцами разобрались. Оставался один большой геополитический конкурент и на протяжении уже нескольких столетий серьезный соперник – Великое княжество Литовское. Самая большая, хотя и сильно ограниченная монархия в Европе. В Литве огромная автономия у городов и у самих литовских магнатов. У князя даже нету большой армии собственной. Княжеское войско профессиональное – 2, 3, 4 тысячи копий. За князя воюют наемники, когда у него есть деньги. Либо магнаты, когда захотят. А чтобы были деньги, нужны налоги дополнительные. У Литвы, как мы помним с вами, династическая уния с Польшей, связанная личными узами союз военный. Но союз для Литвы совершенно бесполезный. Польша никогда за Литву не воевала. Очень часто у Литвы просила поддержки, но в военном смысле мало чем Литве помогала. Так что вполне логично, после 1480 года, разобравшись с Южным фронтом, с татарами, Иван III взялся за Западный фронт, за Литву. Тем более, повод был. После унии начинается массовое притеснение православного населения и православной элиты на территории княжества Литовского. Начинается массовый выезд князей. Уникальное явление в европейской истории. Массовый выезд русских князей вместе с двором, со свитами из Великого княжества Литовского на службу в Москву. Вы помните, как Иван III упорно боролся с боярским правом выхода, перехода к другому сюзерену? Никого от себя не отпускал. Что касается литовцев, здесь у него была абсолютно противоположная позиция. Он с большим удовольствием принимал к себе русские боярские княжеские фамилии. Этот массовый отъезд населения вместе с богатствами и территорией, конечно, не улучшал отношения московского и литовского князей. Еще несколько важных моментов. Средневековые государства у нас, как и в Европе, это связки разных собственников. Земли, их владетели связаны разными договорами, которые оформляют отношения зависимости одного владителя земель с другим. Вот получается так сложная иерархия подчинения, в которой современный человек элементарно запутается. Эти отношения владетельных особ, феодалов, как говорили в СССР, у всех разные. В отношении соседа справа он старший брат, в отношении соседа слева он протектор, а в отношении соседа на севере служил и князь. Может его взять и увезти в другие земли. При Иване III на Руси начинается становление современной монархии, как говорят западные историки, modern state, современного государства. Когда государство из связки кукол превращается в матрешку, четко стоящую одну внутри другой. Когда люди служат не конкретному господину на основании личной преданности, личной зависимости, а когда служат государству в целом. В таком уже современном государстве, современной монархии постепенно развивается бюрократия, появляется слой служилых людей, которые исполняют свой долг перед Отечеством. Где-то Франция, Англия, это происходит несколько раньше, где-то Германия, Италия, Россия, это происходит позже, а где-то это вообще не происходит. Такая же связка кукол Священной Римской империи и Германской нации, где император обладал достаточно номинальной властью над королями и герцогами, суверенитет присвоили себе части Священной Римской империи, и она окончательно стала такой инфемерной, несуществующей де-факто субстанцией. Растворилась, и Наполеон ее ликвидирует окончательно, как исторический атавизм. При Иване Третьем формируется постепенно современное государство в России. И речь не только о приращении территории. Речь идет не только об увеличении земель или о формальном обретении независимости от Орды, будь это 480 или 62-й год, это не важно. Важно то, что при Иване Третьем формируется государство нового типа, государство авторитетное. Брака с детьми Ивана Третьего ищут иные коронованные особы в Европе. Даже император Священной Римской империи в Вене появляются первые приказы про образы будущих министерств. При нем окончательно формируется знаменитая имская почтовая служба. Вот это вот «Ямщик, не гони лошадей». Это невероятное конкурентное ноу-хау России. Не было ничего подобного в Европе. Нельзя было ехать быстро на большие расстояния. Только на своей лошади все. Согнал, как Д'Артаньян, ты скачешь из Парижа в Кале, брось лошадь дальше пешком. У нас мушкетеры бы проделали этот путь в 5 секунд, потому что у нас стоят станции на всех дорогах. Там смена лошадей. Ты можешь свою лошадь оставить, ее покормят, за ней будут ухаживать. Можешь взять другую. А государственные служащие просто меняют государевых лошадей и скачут дальше. За счет этого курьер проделывает по 200 километров в день. Ничего подобного нигде в Европе не существовало. Это усовершенствованная монгольская курьерская система, развернутая на всю страну. Иначе такой большой территорией управлять бы нам было очень сложно. При Иване III появляется единый свод законов 1497 года. Кстати, судебник нежестокий. Пытка разрешена только как исключение. А казнь за очень узкий перечень государственных преступлений, либо преступлений против Бога. В Европе от того времени в Англии вешали за мелкую кражу. При Иване III появляется новый класс, новый социальный слой. Дворяне. Их раньше не было. Дворяне появились, потому что нужна была большая профессиональная армия. Использовать наемников, ну это, конечно, удобно, но дорого. Наемники хорошо побеждают, но очень плохо держат оборону. Они ведь получают деньги за то, что убивают, а не за то, что умирают. Поэтому в оборонительных войнах в защите наемник не оптимален. Вот за счет присовокупления больших объемов земель, особенно на севере новгородских земель, ну и иных. Этот земельный фонд он использует вместо денег. Эти земли даются детям боярским, служилым, потомкам служилых князей. В общем, разным категориям военных людей, умеющих воевать и несущих ответственность, даются как дачи, отсюда слово дача. На эти земли они помещаются. Отсюда слово помещик. 20-30 сох, то есть 20-30 крестьянских семей обрабатывают землю в той экономике достаточного размера, чтобы, платя некоторую сумму со своих доходов помещику, снабдить его боевым конем, дорогая вещь, оружием, доспехами. Если земель больше, тогда помещик берет с собой еще несколько профессиональных воинов. И по первому свистку великого князя выступает в боевой поход. То есть крестьянин работает, служит государю и помещику трудом, а помещик служит государю кровью. Тогда же появляется июрьев день, потому что невозможно, когда у тебя хаос. Ну вот, например, тебя поместили на землю. Ты планируешь каких-то денег собрать с крестьян, чтобы купить себе нового боевого коня, новое оружие? А крестьяне подумали и ушли с твоей земли. Пожитки собрали и ушли. И не расплатились. А тут война. А ты не можешь выступить. И нет у тебя ни пороха, ни помощников. Что делать тогда? Вводится юрьев день. 26 ноября, плюс неделя до, неделя после. Урожай собран. Крестьяне, по сути, арендаторы с несколько ограниченными правами. Расчеты между арендатором и хозяином, помещиком, завершены. Крестьянин после этого, заплатив все необходимые платежи, а также выплатив помещику пожилое, одни историки называют это благодарностью за то, что он жил на земле помещика, на государевой земле, которую дали помещику, и получает право уйти куда хочет, пожить в другом месте. Ну а выражаясь нашим современным языком, это, скорее всего, штраф за разрыв односторонней договора аренды. Вот захотел крестьянин уйти, он такой штраф. Пожилое заплатил и с офиса съехал. И со всем своим добром перебирается куда-то на иные земли. Появляется юрьев день. При Иване Третьем в государстве приток мозгов и технологий, в том числе и зарубежных, формируется идеология, окончательно складывается Москва, Третья Рима, Четвертому не бывать. Москва воспринимает себя не только уже как русскую землю, собирающую земли Рюриковичей, отчины, но Москва воспринимает себя уже как наследницу православной Византийской империи, ибо это последнее православное государство в мире по пониманию москвичей. Как увековечена память об этом выдающем правителе? Раньше было не особо, честно говоря. Было изображение Ивана Третьего на памятнике тысячелетию Руси в Новгороде. Ну вот, собственно, все. Именно поэтому я так горжусь памятником, к установке которого имело некоторое отношение, в Калуге, там, где было стояние на Угре, напротив здания бывшего Калужского обкома партии, а сейчас областной администрации, спиной к администрации на огромной площади, лицом к историческим торговым рядам, на огромной скале на валуне стоит Иван Третий, Великий. Стоит опоясанный мечом, но в простой одежде, в сапогах, устремленный куда-то вперед, взор его в сторону Сибири, Урала, вот туда, куда пойдет Русь с Ивана и после Ивана. В руке у него посох, на котором гордо воссел державный орел. С одной головой мы не стали здесь никаких двусмысленностей допускать. Вот этот замечательный образ Ивана Третьего, созданный молодыми скульпторами, а идея, как это сделать, была Андрея Кончаловского и вашего покорного услуги. Мне кажется, это очень правильно. И надпись на этой скале простая и понятная. Объединил русские земли вокруг Москвы, покончил с Ордынским игом, издал свод законов, построил Кремль, учредил герб. В общем, исчерпывающий список, чтобы войти в историю под именем Великого. И еще Иван Третий дает нам всем, кто занимается современным управлением, один отличный урок. Надо, во-первых, все, за что ты берешься доводить до конца, а Иван Третий каждое дело, за которое он брался в жизни, доводил до логического конца. Не сразу, как с Новгородом, постепенно, по кусочку. А второе, не надо хвататься одновременно за несколько дел. Вот я вам в этой лекции рассказывал, как Иван расширялся на запад, конфликтуя, воюя с Литвой, на юг, в сторону Волги-Казани, освобождаясь от ордынского ига, разбирался с мятежными братьями, выстраивал отношения с Крымом, присоединял к соседней независимые и зависимые удельные княжества. Но все это Иван делал по очереди. Он никогда не воевал, он всегда был с кем-то в союзе против кого-то. Против литовцев с крымцами, против ордынцев с братьями и крымцами и так далее. Год управленческие технологии Ивана Третьего, вошедшего в историю под именем Великого. Он оставил своему сыну Василию огромный задел. Хотя, конечно, Василий не обладал талантами, размахом и видением, но мы по-прежнему называем это временем Ивана. Это целый век, когда Русь росла и крепла по модели, созданной нашим великим предшественником. Надо об этом помнить. О Василии я расскажу вам в следующий раз. Спасибо за внимание и спасибо за любовь к русской истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова